В сентябре 1976 года в советских музыкальных магазинах появилась пластинка с нетипичной для тех времён обложкой, но с хорошо знакомой слушателю фамилией композитора – Тухманов. «Я мысленно вхожу в ваш кабинет, здесь те, кто был, те, кого уж нет». Творчество Давида Тухманова уже несколько лет имело широкую популярность – от лёгких и шуточных песен до патриотических гимнов. Но такого обыденного успеха композитору было мало, и уже не в первый раз он решил взяться за пока ещё непривычный для советской музыки формат – концептуальный альбом. В аннотации на обложке написано так. Композитор обратился к выдающимся образцам мировой классической поэзии и создал своего рода лирическую сюиту, в которой голоса поэтов разных эпох и стран соединились со звучанием современной песни. Тщательно отобранные стихотворения получили у Тухманова свежее музыкальное воплощение. Звучит немного занудно, но внутри такой благопристойной упаковки слушатель ожидал настоящий культурный шок. Довольно быстро выясняется, что это не просто сборник песен на классические стихи, а новаторский, продуманный, эклектичный и смелый арт-рок. Подобная музыка еще с конца 60-х была в моде на Западе, в первую очередь в Англии, где творили Пинг Флойд, Кинг Кримзон и Джет Ротал. Они смешивали гитарную психоделию с классикой, фолком и джазом. Разумеется, советская продвинутая молодежь была в курсе этих тенденций. Копии Dark Side of the Moon или Close to the Edge были желанной добычей меломанов. Любительские группы Союза играли на арт-рокеров каверы и нередко пробовали сами сочинять нечто подобное. Но чтобы такое внушительным тиражом выпустила советская фирма «Монополист Мелодия», пожалуй, об этом даже мечтали немногие. Но не слишком ли вычурное, высоколобое произведение предложил широкой публике Давид Тухманов? Чего стоят одни только тексты песен, в основном, конечно, на русском, но частично еще на целых четырех языках? А сколько здесь музыкальных головоломок, нестандартных композиторских решений? Но нет, слушатели, по крайней мере молодые, оказались ко всему этому вполне готовы. Пластинка стремительно стала дефицитным товаром, который перепродавали в десятки раз дороже изначальной цены. От Львова до Владивостока, от Мурманска до Еревана, в школах и вузах, в казармах и на дачах. Эти песни заслушивали до дыр, выучивали наизусть, пели хором и ставили на дискотеках. Привет, меня зовут Святослав Иванов, вы смотрите буквы-кадры-звуки и одновременно слушаете по волне моей памяти, пожалуй, главный шедевр советской поп-музыки, взорвавший мозг целому поколению. Что ж, я мысленно вхожу в ваш кабинет. Пока крутится наша воображаемая пластинка, я расскажу, как она появилась, из чего она состоит и какой эффект она произвела. Первая песня на альбоме была на стихи Максимилиана Волошина, а вторая на текст древней гречанки Сапфо. О людях, певших и игравших на альбоме, я позже скажу еще пару слов, но конкретно об этой вокалистке хочется поговорить отдельно. Ее звали Наталья Шнайдерман в замужестве Капустина. Ей было 19, она работала вокалисткой в эстрадном оркестре «Современник», а эта партия у Тухманова ей досталась случайно. Она была просто подругой певицы, которая планировала, но не смогла записать эту песню из-за гастролей. Наталья изумительно исполнила эту страстную вещь, но на обложке альбома ее имя не указано, потому что еще до релиза она эмигрировала в США. Там она стала известна как Наташа Шнайдер. Она снималась в кино и много занималась музыкой, в том числе играла на клавишах и пела в группе Queens of the Stone Age. Удивительный твист судьбы, достойный композиторских зигзагов Тухманова. В судьбе самого Тухманова внезапных поворотов не найдешь, кроме как раз по волне моей памяти. Ведь его карьера была довольно конъюнктурной, и с детства занимался музыкой, отучился в Гнесинке, в легкомысленные 60-е сочинил простодушную песню про последнюю электричку, которая сбежала, а в застойном 75-м – пафосный День Победы, который порохом пропах. И тут вдруг такое. Эээ, нет, на самом деле все это было не так уж и внезапно. В 1972 году у Тухманова вышел дебютный альбом «Как прекрасен мир», на котором уже реализованы несколько важных для него принципов. Во-первых, он даже для довольно попсовых песен придумывал сложные аранжировки. На «Прекрасном мире» используется множество инструментов и звучит множество стилей, от психоделии до фанка. Во-вторых, некоторые песни были неожиданно сложны по структуре и драматургии. Послушайте, например, Джоконду, спетую Александром Градским. Наконец, этот альбом был коллажем из стихов разных поэтов, спетых разными вокалистами, но в конечном счете складывающихся в единую картину. «Как прекрасен мир» часто называют первым советским концептуальным альбомом, и действительно в голову не приходят более ранние примеры. Тухманов был в этом направлении настоящим первооткрывателем, а по волне моей памяти стал следующим шагом на уже начатом пути. Шагом более смелым и решительным. Если бы Тухманов, ровесник Джона Леннона и Фрэнка Заппе тоже жил где-нибудь на Западе, он бы наверняка уже давно был клавишником какой-нибудь проговой группы и записывал бы такие альбомы каждый год. Но советская музыкальная индустрия была бюрократизированной, у нее были свои плюсы, но чтобы записать авторскую пластинку, полноценно реализовав свой замысел, нужно было пройти через полосу препятствий. Либо обладать огромным авторитетом. И к тому моменту, когда был задуман альбом, Тухманов такой авторитет накопил. Сперва ряд хитов в исполнении Валерия Абадзинского, затем «Как прекрасен мир», потом музыка к новогоднему телефильму «Эта веселая планета», наконец «День победы». В конце 75-го, когда эта песня стала хитом, работа над волной моей памяти уже шла, но народная популярность и высочайшее одобрение «Дня победы» видимо все-таки упростили процесс записи и выпуск новой пластинки. Итак, 35-летний Тухманов, самый статусный среди молодых и самый молодой среди статусных композиторов страны, близок к тому, чтобы воплотить свою мечту. Однако он все равно действует максимально осторожно. По уровню скрытности он напоминает главного героя в каком-нибудь фильме об ограблении банка. Хорошо помню момент, когда впервые слушал этот альбом и в начале следующей песни воскликнул. Так она отсюда! Да, из вагантов, известная в народе как «Песенка студента», это здесь главный хит. Знал я эту песню, видимо, из старых песен о главном, где ее исполнял Максим Леонидов, но это другая история. Сейчас меня больше веселит тот факт, что анонимное стихотворение про студента датируется XIII веком, а тухмановский синтезатор здесь явно имитирует клавесин, что вызывает ассоциации, скорее, с эпохой барокко. Барочной можно назвать и саму мелодию. Как и по всему альбому, композитор смешивает эпохи и стили, при этом создавая вполне понятное настроение. Столь разбитная по тем временам песня рисковала быть отвергнутый худсоветом. Но тухманов поступил хитро. Перед начальством он лично играл песни с будущего альбома на фортепиано и играл гораздо более спокойно и традиционно, а уж получив разрешение, записывал их так, как хотел. Но почти никто из участников записи не имел представления, каким в целом будет альбом. Были задействованы восемь солирующих и еще несколько бэк-вокалистов. Среди них были такие артисты, как Мехардат Бади и Сергей Беликов, люди, голосившие в модных арт-роковых проектах. Поговаривают, что в этой среде сотрудничество с попсовым композитором не приветствовалось, но эти ребята не побрезговали. А были там и вполне мейнстримовые участники ВИА, исполнявшие советскую поп-музыку, скажем, Александр Барыкин и Людмила Барыкина, кстати, не родственники и даже не однофамильцы. Основные инструментальные партии записывали сам Тухманов, игравший на клавишах, и участники группы «Верные друзья» барабанщик Владимир Плоткин, басист Аркадий Фельдберг и украинский гитарист Борис Пивоваров, о чьей исполнительской крутости складывали легенды. Так вот, каждый из участников записи слышал только те ее фрагменты, в которых принимал участие. Тухманов максимально изолировал их друг от друга, многие, видимо, даже не были друг другом знакомы. Песни Тухманова к тому времени исполняли многие известные люди, те же Лещенко и Градский, или Мулявин из Песнеров. По идее, композитор мог бы пригласить кого-нибудь из них, но целенаправленно подобрал молодых и малоизвестных. Конечно, ему нужна была некая юношеская энергия, но эти артисты еще и не привлекали преждевременного внимания. В результате его содержания альбома до релиза не знал практически никто, кроме еще одного важного человека. Татьяна Сашко познакомилась с Тухмановым в мастерской эстрадного искусства, где она училась вокалу, а он подрабатывал аккомпаниатором. В дальнейшем Сашко была вокалисткой в разных коллективах, в том числе вместе с Тухмановым, который стал ее мужем. Она была первой исполнительницей многих его хитов, иногда записывала бэк-вокал, но в целом оставалась в тени. Как и в случае со многими другими героями этого ролика, не существует даже ни одной видеозаписи с ее участием. Однако она играла в работе Тухманова огромную роль. Если бы в тогдашнем Союзе было в обиходе такое слово, как «продюсер», то ее называли бы именно так. И дело не совсем в ее музыкальных навыках, потому что по профессии Татьяна Сашко была не только певицей. И мы войдем вдвоем в высокий древний дом, где временем уют отпали робот. Прежде чем пойти в музыку, Татьяна Сашко получила образование литературного редактора. Буквы всегда значили для нее не меньше, чем звуки. Она написала множество стихов, в том числе текст песни Тухманова «Эти глаза напротив», которая стала огромным хитом в исполнении Валерия Абадзинского. Она же сочинила текст той самой песни Джаконда. Вероятно, именно Сашко принадлежит первоначальный замысел по волне моей памяти, то есть объединить разные классические стихи в песенный цикл с модным звуком. Позже Татьяна и Давид разойдутся и будут в очень плохих отношениях. Роль Сашко в создании альбома окажется подзабыта. В конце концов, она не была ни автором музыки, ни автором текстов, ни исполнительницей. Но Тухманов признавал, что именно стихи всегда были для него фундаментом песен. Многие композиторы сперва сочиняют музыку, а уже потом подбирают текст. Метод Тухманова, наоборот, в том, чтобы взять стихотворение и сочинить для него мелодию. Ну а стихи внимательно подбирала и адаптировала именно Татьяна Сашко. Как и музыку, тексты песен тогда нужно было утверждать на худсовете, за исключением тех случаев, когда это были стихи, уже напечатанные в Советском Союзе. Пишешь самостоятельно или берешь стихи у приятеля-поэта, еще поди докажи, что текст достоин высокого социалистического искусства. То ли дело, если стихотворение опубликовано в советском издательстве, значит, оно уже стало частью социалистического искусства. Отчасти этой лазейкой и объясняется метод создания альбома. Тексты утверждены заранее, и можно сосредоточиться на музыке. Но найти хорошие тексты было непросто. Нет, государство поощряло публикацию классиков и в весьма качественных переводах. Но многое запрещалось цензурой. Поиск затрудняло и то, что книги в стране были в дефиците. И вот Татьяна Сашкот целыми днями сидела в библиотеке Ленина, выбирала, выписывала, корректировала, чтобы в итоге остановиться на десяти стихах десяти авторов, писавших на семи языках. Подборка стихов получилась по меньшей мере смелой. Что за компания подобралась на альбоме? Волошин сидел под арестом за студенческие протесты и стрелялся на дуэли с Гумилёвым. Сапфо бросилась со скалы из-за несчастной любви, а именно к её неоднозначным стихам восходит происхождение слова «лезбиянка». Бодлер писал стихи о сексе и смерти, попадавшей под запрет в вольнодумной Франции, а ещё рассуждал об эффектах психотропных веществ. Шелли видел галлюцинации, проповедовал атеизм и вызывал скандалы каждым своим шагом. Верлен стрелял в своего любовника Рэмбо, годами ночевал где попало и злоупотреблял абсентом. Гёте вызвал моду на добровольный уход из жизни и написал величайший текст о самом дьяволе. Ахматова хранила декаденский дух в сердце советского строя, а Мицкевич яростно боролся с империей, за что поплатился арестом и эмиграцией. Всё это бунтари и скандалисты, провокаторы и безумцы, пьяницы и сладострастники. Эти проклятые и блаженные поэты размышляют вроде бы на привычные темы, но в непривычном, а то и неприличном стиле. Например, советская эстрада пела о любви, как о трепетном чувстве во вполне благопристойных рамках. А вот у Тухманова в заглавном треке на стихи кубинца Гильена любовь становится острым мимолетным влечением к младке. По версии Сапфо, это пьянящая страсть, охватывающая всё тело. Да, у человека есть тело. А ближе к концу альбома, в стихах Ахматовой, любовь вдруг обернётся над гробным камнем. Ещё советская эстрада часто пела о светлом будущем, которое вот-вот наступит, а может быть уже наступило. А у Тухманова весь альбом обращён в прошлое. Лирический герой Волошина грезит встречами с умершими писателями. Герой Мицкевича тоскует по ушедшим цветочным полям. А средневековый студент стоит на пороге будущего, которое его откровенно пугает. Как позже сформулирует Александр Башлачёв, по советскому радио пели, что нет причины для тоски. И в этом её главная причина. А подобранные Татьяной Сашко поэты провозглашают, что вокруг ох, как много причин для тоски, но это недостаточная причина, чтобы всё время тосковать. На альбоме собрана без преувеличения великая поэзия, в которой сквозь печаль проступает радость. Любая беда имеет оттенок надежды, а жажда скрашена мечтой об оазисе. Предыдущий альбом Тухманова призывал, как прекрасен этот мир, посмотри. Здесь же мы видим, что этот мир прекрасен и одновременно ужасен. Время бежит, и вот-вот закончится первая сторона пластинки. Но не печальтесь, ведь у нас впереди ещё как минимум столько же чудесных открытий. В качестве паузы между первой и второй половинами альбома давайте я расскажу о его обложке, которую создал художник Александр Шварц. Он был джазменом-любителем и сам разделял интерес Тухманова к рок-музыке той поры. Предположу, что Шварц и Тухманов хотели бы сделать что-нибудь в духе арт-группы Keep Gnosis, которая создала чуть ли не большинство легендарных британских обложек 70-х. Сперва Шварц попытался на одном рисунке изобразить всю современную цивилизацию. В частности, там можно было увидеть Кремль и космические ракеты. Начальство такую версию обложки отвергло полностью, и тогда художник нарисовал второй вариант. Адик стремился к совершенству в музыке, а я решил отразить совершенство человеческого духа. Там была большая композиция из 15-20 фигур. Я рисовал латиноамериканских ковбоев, людей, лежащих под пальмами. Очень много аутентичности, очень много атрабле. Тут совет отобрил эту обложку, но только частично, буквально ножницами вырезав оттуда большую часть фигур. Остались только статуи Афины, мудрец с книгой, мотоциклист, воздушный шар и еще несколько небольших фигур. Воплотить грандиозный замысел не вышло, но результат получился даже более метафоричным. Ведь время стирает значительную часть той культуры, которую Тухманов старался отразить на альбоме. Но тем ценнее то немногое, что осталось. То же самое можно сказать и о наших воспоминаниях, другой центральной теме альбома, который вынесен в его название. Я старался ориентироваться на какие-то основательные глобальные вещи, которые сам Тухманов пытался сделать в музыке, хотя его тоже все время останавливали. Прежде чем мы начнем слушать вторую половину альбома, традиционно выражаю благодарность моим подписчикам на Boosty, благодаря которым у меня на канале появляются и вот такие, прямо скажем, не самые хайповые видео. Подписывайтесь и вы. На Boosty можно посмотреть, например, бонусное видео к этому ролику, где я рассказываю о моей личной истории знакомства с альбомом по волне моей памяти. Но что-то я заболтался, давайте слушать дальше. В магазинах альбом стремительно разобрали. Он превратился в дефицитный товар. По некоторым данным, его цена на черном рынке составляла 80 рублей. При средней зарплате 150. Это как если бы сейчас альбом стоил 40 тысяч. Но к черту цифры. Куда ярче во характере его популярности свидетельствуют воспоминания слушателей. Перепевать эти песни было тяжело, но все равно пытались, когда толпой шли на танцы из танцев. Как сейчас помню, разносилось в ночи. 12 сентября 76-го я услышал первый раз этот альбом. Я был страстно увлечен радиолюбительством, а я усилитель, но когда услышал, у меня паяльник выпал из рук. 45 лет назад молодой человек, теперь бы сказали, что бойфренд подарил мне эту пластинку на день рождения. Купить ее было нереально, только достать. Мы включали проигрыватель и целовались под эти мелодии. Прошло так много лет, выросли мои дочери. Внуку сейчас почти столько же, сколько мне было в те годы. Но до сих пор я слушаю ее с замиранием сердца и вспоминаю, что тогда мы расстались из-за какой-то ерунды. На какой плантации мельница сотрет тебя в порошок Купил эту пластинку в Кишиневе, на вокзале. До утра мы с мужем крутили на нашем стерео. Он музыкант и все восхищался бесподобностью этого шедевра. 8 лет как нет его, а пластинка и музыка жива. Меня призывали в Забайкальский край. Это был в 77-й год, май месяц. Когда на четвертый день ночью поезд остановился в Бурятии на станции Улан-Удэ, там нас высадили в какое-то помещение и там я впервые услышал песни по волне моей памяти. Мне очень понравилось. Забыл все трудности большой дороги и армии. Думаю, что впереди два года служить родине. Как-то тоска напала, но благодаря песням Давида я легко отслужил. В казарме постоянно его песни звучали. Единственный в СССР отечественный пласт, за который ломали прилавки. Успел форцануть некоторое количество. Играли свадьбу нашим сокурсникам Сергею и Татьяне в столовой на стадионе Уралмаш. Прекрасный теплый вечер, за открытыми окнами, изумрудно-зеленое поле стадиона и по волне моей памяти через громкоговорители. Шло все великолепно. И медляки с прекрасными девушками, и быстрые темповые вещи. Уже стемнело, включили прожектора. Работников стадиона тоже захватила эта феерия мелодии и стихов. Когда уже навеселее мы выскочили на поле под на французской стороне, там была куча мала. Танцевали, обнимались, целовались, валялись на мягкой траве. Это было что-то невероятное. А из громкоговорителей на весь стадион неслось. Когда это было, во сне, наяву, прошло 44 года, Таня и Сережа уже 20 лет живут в США. В день рождения Сергея отправлю ему из вагантов. Пусть вспомнит, порадуется и всплакнет в память о былом. В комментариях мелькают географические названия по всему Союзу. Украина, Сибирь, Центральная Азия, Кавказ. Среди поклонников альбома как интеллигенты, так и очень простые люди, как москвичи, так и жители глубинки, как заправские меломаны, так и тогдашние шестиклассники. С сердца столь разнообразных слушателей Тухманов завоевал невероятно разнообразным звуком. Каждая песня на пластинке звучит абсолютно по-своему. Если помните, все стартовало как типичный британский арт-рок, эффектный и довольно пафосный. Но сколько уже раз сменилось настроение, мы с вами слышали уже и разбитной студенческий гимн, то ли барочный, то ли средневековый, слышали тревожный номер на стихи Шелли с отрывистыми скрипками, которые тогда еще только начинали входить в моду в музыке диско, только что был фолк-роковый заглавный трек, напоминающий битловскую Here Comes the Sun, а еще мы услышим один из ранних примеров советского фанка, который внезапно прервется диким хард-роковым проигрышем. Здесь можно услышать элементы авангардного джаза, спейс-рока, психодели, академической музыки, соло, да и обыкновенной советской эстрады. Но в то же время все эти ингредиенты как-то очень логично переплетаются друг с другом. Не возникает ощущения околесицы. Это не эклектика ради эклектики. Каждый звук здесь к месту. Я уже упоминал барабанщика Плоткина, басиста Фельдбарга и гитариста Пивоварова, которые играют плотно и дерзко, ни о какой цензуре не думая. Чтобы на альбоме не оставалось пустых мест, дополнительные тона и детали заполняют струнные и духовые оркестранты, которыми дирижируют Константин Кремец и Георгий Горанян. Но главный на альбоме другой инструменталист. По волне моей памяти стартует и заканчивается проигрышами на клавишах. Те или иные клавишные партии звучат практически на всем протяжении пластинки, иногда на двух или трех дорожках одновременно, иногда едва заметно где-то на заднем плане. Все клавишные партии собственноручно исполнил сам Давид Тухманов. И тут дело даже не в том, как это сыграно, а в том, на чем он играл. Кроме базового пианино, это орган, предположу, что все-таки электрический, синтезатор и электропиано. Их на тот момент футуристичные техногенные звуки придают саунду объема и насыщенности, но в то же время некоторой игривости и ироничности, что сближает Тухманова уже не только с проговыми мастодонтами, но и с более легкими артистами тех лет. Супертрэмп, стиле Дэн, Спаркс. Нельзя сказать, что использование синтов было для той эпохи чем-то особенно новаторским, даже для советской музыки. Но оно было частью необыкновенного звукового цветника, где, например, возможно, то, что происходит прямо сейчас. Симфонически эмбиентная меланхолия подходит к концу и уступает место жирнейшему фанку. На самом деле здесь будет звучать не только фанк. Это вообще самый длинный трек на пластинке, который еще удивит нас. Нельзя не отметить мощного вокалиста Александра Лермана. Он, как и Наталья Капустина, уехал в США и поэтому не был указан на обложке альбома. Я уже говорил, что по волне моей памяти называют концептуальным альбомом, то есть экземпляром той формы искусства, которая процветала в ту эпоху на Западе, особенно в Британии. Вообще период с середины 60-х по конец 70-х можно назвать золотым веком музыкального альбома. Еще с той поры, когда Вуди Гатри записывал свои Dust Bowl Ballads, развивалась идея, что в современной музыке основной формой является не песня, а цикл песен в виде альбома. Развитие звукозаписи и музыкальной индустрии сделало лонгплей-пластинку также основным коммерческим продуктом. В 67-м году беспрецедентная популярность Beatles позволила этой группе предложить на всеобщее обозрение сержанта Пеппера, по сути, экспериментальный альбом, объединенный общей концепцией. И это на самом деле довольно-таки странная вещь завоевала «Миллионы сердец». Абогеем популярности концепт альбомов стал успех Dark Side of the Moon. Вскоре в рок- и поп-музыке в моду вернутся более простые формы. Но когда создавался диск Тухманова, этого еще не случилось. Некоторые концептуальные альбомы близки по форме рок-опере или мюзиклу, то есть излагают единую историю. Иные являются как бы сборниками рассказов на общую тему. Третьи основаны на реальных событиях, а другие сделаны от лица вымышленных артистов. Наконец, многие концептуальные альбомы объединены чисто музыкальными методами и лейтмотивами. По сравнению с большинством популярных примеров, по волне моей памяти не кажется нарочито концептуальным. По крайней мере, единый замысел не очевиден с первого или второго прослушивания. Но все же кое-где возникают переклички, указывающие на основную идею альбома. Одну из таких перекличек вы услышите прямо сейчас. Это фрагмент мелодии из первой песни на альбоме. Другую отсылку к ней же мы услышим еще через несколько минут. Незадолго до финала Тухманов предлагает нам вспомнить стихотворение, герой которого при помощи книг возвращается в прошлое и общается с людьми из другой эпохи. Помните, их лица терпкие и четкие фигуры глядят со стен и спят в сахьянах книг. Их дух, их мысль, их ритм, их крик. Я верен им. Все это время Тухманов и компания делают старинное современным. Воскрешают воспоминания и переживания людей из далекого прошлого. Если совсем уж просто и коротко, по волне моей памяти это альбом о силе искусства. Кажется, все они собрались вместе. Древнегреческая аристократка и парижский алкоголик, анонимный средневековый студент и автор популярнейших романов, молодой английский романтик и дива серебряного века. Они болтают и выпивают, яростно спорят, но находят много общего. А как следует развеселившись, вскакивают с мест и энергично отплясывают под убойную гитарную музыку из незнакомого будущего. Здесь те, кого уж нет, но чья для нас не умерла химера. Среди поэтов на этой волшебной вечеринке и Наташа Шнайдер, и Александр Лермон, и Борис Пивоваров, и Александр Шварц, и многие другие соавторы альбома, которых уже нет на свете. Но есть и те, кто с нами, и в конечном счете те, кто слушал этот альбом. У кого от культурного шока что-то падало из рук, кто продавал и покупал пластинку на черном рынке, кто под нее целовался и валялся на мягкой траве. В предпоследнем треке на альбоме Людмила Барыкина под сочную гитару пропевает одно из ранних любовных стихотворений Анны Ахматовой. С первых же нот песни «Смятение» возникает чувство, что где-то мы это уже слышали. Эти гармонии, эти интонации. Примерно в середине первой минуты все сомнения рассеяны. Мы это точно уже слышали. Да, эта песня звучит приблизительно так же, как и с «Софо», второй трек на первой стороне пластинки. Перемотайте на вот этот тайм-код, и вы уж слышите примерно то же самое. Стихи, написанные с разницей в две с лишним тысячи лет, оказывается, выражают похожие ощущения. «Древняя Греция» и «Серебряный век», 1976 год и наши дни. Альбом дает почувствовать, что эти эпохи не так уж различны. То, что это единство выражено именно через такие стихи, наталкивает на мысль, что по волне моей памяти еще и произведения о любви. Больше половины стихов первоисточников можно отнести к любовной лирике. Разумеется, альбом в том числе и о любви, причем о самой разной. И о страстной, как у «Софо», и о мечтательной, как в приглашении к путешествию. Не о мимолетной, так и не случившейся, как в заглавной композиции. Но мало ли на свете песен о любви. В этом месте альбома становится понятен несколько иной, любопытный момент. Из «Софо» это второй трек на альбоме. «Смятение» второй с конца. Что, если здесь есть и другие случаи подобной симметрии? Что ж, я мысленно вхожу в ваш кабинет, написанном на стихотворении Максимилиана Волошина, посвященной писательнице Рошели Хин. Последняя песня, которую мы еще услышим, на стихи Адама Мицкевича, также посвященной женщине. Третья песня с начала – «Из вагантов», анонимное произведение немецкого поэта. Третья песня с конца – «Сердце моё сердце», текст самого известного немецкого поэта. То же самое и с четвертыми треками с конца и с начала. Их написали французы Верлен и Ботлер. «Доброй ночи» и заглавная композиция в эту схему не укладываются. Но все же эти соответствия не похожи на простое совпадение. Те же «Dark Side of the Moon» и «Сержант Пеппер», с которыми альбом иногда сравнивают, тоже имеют элементы симметрии и цикличности. Так что попытка Тухманова сделать нечто подобное выглядит логичной. Впрочем, мне не удалось найти широко известных примеров таких симметричных альбомов, особенно записанных до Тухманова. А это, согласитесь, добавляет по волне моей памяти какого-то изящества и уникальности даже не в советском, а в мировом масштабе. Кстати, сейчас будет еще одна перекличка с началом пластинки. Тухманов и его соавторы преобразовали дух, мысль, ритм и крик разных поэтов в единственный в своем роде альбом. Конечно, это дело вкуса, но очень многие согласятся. Этот альбом – главный шедевр всей советской поп-музыки. Согласно первоначальному замыслу, пластинка должна была называться именно по этой песне – посвящение в альбом. Ее первая половина спета на неожиданном для нас, но относительно привычном для советской публики польском языке. Автор стихотворения Адам Мицкевич посвятил его своей музе Соломея Бекю, с которой вскоре расстался навсегда. Герой этих строк сокрушается, что на живописных полях, которые еще недавно изобиловали цветами, настала осень, а вместе с ней пришло опустошение. Пластинка «По волне моей памяти» вышла как раз в сентябре, и по совпадению она щедро приправлена к горько-сладким, меланхоличным осенним настроениям. Схожее чувство вызывает и все, что этот альбом окружает, ведь он был сделан достаточно молодыми людьми и должен был стать для них только началом, но в итоге оказался их главным достижением. Сам Давид Тухманов, конечно, остался успешным композитором и выпустил много-много всего, но и близко не создал ничего столь же значимого. Но несмотря на эту печальную ностальгию, Мицкевич предлагает не сокрушаться, а напротив наслаждаться той скромной радостью, которая тебе доступна. В стихотворении эту скромную радость символизирует блеклый осенний листок. Но мы с вами знаем, что такой радостью может быть многое другое. Голос певицы с необычной судьбой, любопытная мелодия, сыгранная на винтажном синтезаторе, старинное стихотворение, которое вдруг оказалось актуальным. Наконец, уже порядком потёртое, зыбкое и ненадёжное, мимолётное и ничего не значащее, может быть, даже дурацкое, но всё же такое родное и приятное воспоминание. Будь же доволен осенним листочком, дружеской бы он в руке, хоть не я рад, будь ему рад, наконец, и за то, что это последний подарок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok